Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel, и это мой видеоблог «Будни и звездочета». Сегодня ночь на 5 ноября. Ноябрь – один из самых пасмурных месяцев у нас в Вологде. И, в общем-то, начало было соответствующим. У нас были дожди. Как видите, у нас здесь даже снега нет, сейчас достаточно тепло. Но вдруг, неожиданно, совершенно случайно, прям к ночи, у нас прояснилось. И мы сразу рванули на наблюдение, потому что была интересная цель. Мы хотели посмотреть на карликовую планету Цереру. А дело все в том, что вот в эти самые дни, в начале ноября, Церера проходила, ну, буквально в одном поле зрения с яркой звездой Альдебараном. Альдебаран прекрасно виден невооруженным глазом. Ну, вот он. Вот Альдебаран – это альфа в созвездии Тельца. Он украшает рассеянное скопление Геады. В общем, найти его на небе проще простого. Но так совпало, что 2 и 3 ноября карликовая планета Церера проходила буквально в 8 угловых минутах от Альдебарана. Это очень близко. Но 2 и 3 у нас было пасмурно. А вот сегодня, в ночь на 5 ноября 2021 года, у нас прояснилось, и в этот день расстояние между Церерой и Альдебараном было уже 20 угловых минут. Но это все равно близко. Поэтому что мы сделали? Мы просто навели наш телескоп на Альдебаран и посмотрели в окуляр телескопа. И в одном поле зрения с Альдебараном находилась та самая карликовая планета Церера. Ну и я сделал несколько фотографий. Сейчас вам покажу, что у меня получилось на фотке. Вот эта яркая звезда в кадре Альдебаран. Он входит в 15 ярчайших звезд неба. А вот эта звездочка вовсе и не звездочка, а карликовая планета Церера. Она нормально видна визуально в бинокль и тем более в телескоп, но исключительно как звездный объект. Диска и тем более каких-то деталей на Церере в любительские инструменты рассмотреть невозможно. Кстати, здесь на снимке есть еще одно малое тело Солнечной системы – астероид Крым. И если Церера была первой в списке астероидов, то Крым – 1140-й в порядке открытий. Важно уточнить, что Церера считалась астероидом вплоть до 2006 года. Теперь же ее статус изменился. И наряду с Плутоном, Хаумеей, Макемаке и Эридой она считается карликовой планетой. Вообще, на самом деле, сейчас уникальный момент для новичков, для начинающих любителей астрономии. Все-таки карликовая планета Церера – это классный объект, крутой. Вы только представьте, это первый открытый в истории астероид. Причем сейчас есть такой маленький юбилей, вот в этом году. 220 лет назад он был открыт, 1 января 1801 года. Так вот, сейчас этот объект очень просто найти. Мы наводимся на яркую звезду и видим его рядом. А тем временем у Цереры блеск всего лишь 7,7 звездной величины. Ну, то есть, без телескопа, без бинокля она не видна. И здесь блеск близок к блеску Нептуна. А Нептун еще попробуй найти на небе, если ты новичок. Вот, поэтому классный момент. Пользуйтесь, если у вас ясно, то наблюдайте Цереру, пока она рядом с Альдебараном. Вообще, в ноябре Церера достигнет максимума своего блеска. Это произойдет 27 ноября. Но к этому времени она уже достаточно сильно удалится от Альдебарана. Пройдет через рассеянное скопление Геады. Ну, и будет находиться там где-то поблизости с Геадами. Но достигнет максимального блеска. И к концу ноября блеск Цереры составит уже 7,2 звездной величины. То есть, она будет чуточку поярче, чем сейчас. Вот какое-то такое наблюдение у меня сегодня получилось, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Если хотите поддержать Astro Channel, то можете это сделать на Патреоне. Стать спонсором на Ютубе или на Sponsor.ru А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока.